Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен очередным проектам на Пхукете. Сегодня мы поговорим о двух комплексах. Это Утопия Лофт и Утопия Найхарн. Оба они расположены в южной части острова на пляже Найхарн. Сейчас мы возле офиса застройщика, посмотрим макет и потом погоним на самый юг смотреть уже сами комплексы. Погнали! Как только заходишь в офис, сразу же видишь награды. Это лучшая вилловая постройка и лучшее жилищное строительство. И все это за проект Утопия Найхарн. За что мне очень понравился офис Утопии, это за макет Пхукета. Здесь отображено абсолютно все. Все торговые центры, Big C, Central Festival, Duty Free, все достопримечательности, озера. В общем, все вплоть до мелочей. И черными маркерами помечены проекты этого застройщика. Мы сегодня с вами говорим об Утопии Найхарн. Вот они два. И Утопию Лофт. Они находятся на самой южной части острова, возле озера. И это все относится к пляжу Найхарн, на котором есть красивая смотровая площадка с ветряными мельницами. Ну ладно, идем смотреть сами макеты. Это Утопия Лофт, это Утопия Найхарн. Начнем с Лофта. Утопия Лофт сейчас строится, будет готов в августе 2019 года. Здесь у нас два корпуса. Всего будет 236 квартир. И корпусы идут по 4 этажа. Но эти этажи, они очень высокие. Квартиры на первом, втором и третьем этаже идут двухэтажные. То есть, по факту, это здание в 23 метра. Но в эти 23 метра мы местили 4 этажа. На крыше здания А будет бассейн и зона для загара. На крыше здания Б будет ресторан со смотровой площадкой. Внизу огромная акватория. Это все бассейны, зоны для загара и отдыха. И также у каждого корпуса ресепшн, лобби, ресторан, сауна, тренажерный зал. Ну, в общем, все, что нужно из инфраструктуры. Также у этого проекта есть шаттлбасс. То есть, это бесплатный трансфер для жильцов до моря, либо до центров фестиваля, либо до других проектов этого застройщика. Вообще, сама задумка сделать квартиру в форме лофта очень интересная. Мне нравятся такие решения, но в Таиланде лофты что-то не любят строить, и они встречаются редко. Основная фишка лофта в том, что идет стеклянная стена, и квартира всегда будет светлая, солнечная, будет много света в ней. Потрясающие виды, то есть, высоких этажей на море гарантированы. Если говорить про второй этаж, здесь стандартно идет спальня. Можно вообще сказать, что данная квартира является односпальной, потому что здесь можно два человека поместить спокойно, и на первом этаже, на раскаловом диване два человека. Поэтому семью можно положить здесь вообще легко. Здесь у нас санузел. Санузел стандартный, ничего сверхъестественного. Шкаф один, шкаф второй. Первое, на что я обратил внимание, когда зашел, я не увидел нигде на втором этаже кондиционеров. Оказывается, они спрятаны вот здесь. Вот для меня это очень клевая фишка, потому что я мерзлячий, я постоянно прячусь от кондиционеров. Я вот так вот закрываю, и все, холодный воздух на кровать не попадет. Я не простыну. Лофт у нас будет готов в августе 2019 года, и рассрочка выглядит следующим образом. Стандартно бронируется депозитом в 100 тысяч бат. Далее в течение месяца оплата 30%, остальные 40% на момент сдачи проекта в эксплуатацию. И 30% еще в тот момент, когда приедете, заселите свою квартиру и заберете от нее ключи. Как и во всех проектах утопии, в лофте есть очень неплохая инвестиционная составляющая. Здесь три программы. Первая. Гарантированная доходность 7% годовых в течение 5 лет. Гарантированная доходность 8% годовых в течение 10 лет. И гарантированная доходность 10% годовых в течение 20 лет. На каждую из программ есть возможность оформить дополнительную опцию обратного выкупа через 5 лет. То есть застройщик выкупает обратно вашу квартиру по той цене, по которой ее вам и продавал. Если говорить о ценах, на сегодняшний день они начинаются от 4 миллионов 300 тысяч бат. Это стандартная цена на текущем этапе строительства за эту квартиру. Но есть пул апартаментов, которые идут по специальной акции и они стартуют от 4 миллионов бат. Поэтому есть еще буквально пара вариантов по спеццене. По лофту все. Идем смотреть Найхарн. Если говорить о утопии Найхарн. Здесь 110 квартир и 9 вилл на территории проекта. Здесь между этими проектами есть забор, но по факту можно сказать, что это часть единого комплекса. Потому что жильцы могут пользоваться инфраструктурой как одного, так и другого проекта. Здесь 9 вилл. Одна еще осталась в продаже. Мы сегодня ее обязательно покажем. На крыше у нас также идут тренажерные залы, сауны, бассейны, открытые площадки смотровые. И также есть бассейн, небольшая акватория внизу. Здесь отдельно вынесено лобби, где расположен ресепшн, где есть весь персонал для того, чтобы решать какие-то вопросы, связанные с проживанием. Все, мы добрались до самого проекта. Вот за этой стенкой идет строительство лофта. А за моей спиной уже сам утопия Найхарн. Справа то, что вы видите двухэтажное здание, это те самые виллы. Ладно, начнем смотреть квартиры в кондоминиуме, а потом уже посмотрим сами виллы. Это пример односпальной квартиры, которая есть в утопии Найхарн. 42,5 квадрата, ну и все, что видите, все входит в стоимость. Первое, что мне очень здесь нравится, это потолки. Я люблю, когда в квартирах высокие. Вот у меня рост 1,83 метра. Смотрите, какое расстояние. Как правило, в Таиланде даже бывают проекты, где высота потолков может быть 2,30-2,40. Здесь прямо пространство ощущается. Мы недавно снимали проект «Утопия корон». И первое, на что я обратил внимание, как только зашел, это точно такая же кухня. Вообще, вот вся кухонная зона, местоположение стола, мебель, то, как даже в какой форме сделана вся панель, очень похожа на утопию корон. Вся мебель, она с доводчиками. Здесь идет встроенная вытяжка. В общем, все в единая концепция у застройщиков. Здесь у нас душ и шкаф. Телевизор по стандарту идет большой. Молодцы, не поскупились. Бывает, застройщики любят поставить телевизор на 30 дюймов, либо на 32, но здесь прям хороший. Ладно. Спальня. Спальня небольшая и, в принципе, правильно. Я считаю, что это грамотное решение, когда большую часть площади отдают вот в эту комнату, в зал. Потому что здесь проводится больше времени. Мы здесь кушаем, мы здесь принимаем гостей, мы здесь вечером смотрим телевизор. А спальня, по факту, только для того, чтобы поспать. Поэтому меня абсолютно не напрягает небольшая спальня. Здесь еще один вход в санузел. Тоже очень грамотное решение. Молодцы. Такие квартиры стартуют по цене от 5 миллионов 600 тысяч бат. Учитывая, что проект будет сдан в эксплуатацию через полтора-два месяца, особо рассрочки здесь застройщик не дает. График платежей по стандарту выглядит таким образом. Сначала бронируется квартира, депозит 100 тысяч бат. И далее в течение месяца, либо двух, оплачивается все 100%. Но, безусловно, застройщики всегда идут навстречу клиентам. И застройщик Утопия не исключение. Они готовы растянуть эти 100% на полгода. Все условия по гарантированной доходности точно такие же, как в Утопии Лофтс. То есть 7% на 5 лет, 8% на 10 лет и 10% на 20 лет. Также с функцией обратного выкупа. Условия идентичные. При просмотре видео обратите, пожалуйста, внимание, какие здесь красивые балконы. Когда мы делали подсъемку здания с внешней стороны, очень красиво выглядит и находиться здесь приятно. Я обожаю, когда делают вот такие перегородки. Они делают вот эту металлическую ковку. Это выглядит очень красиво, очень стильно. А вот идет территория проекта Лофтс, о котором мы говорили минуту ранее. Вот уже потихоньку колонны выводят. В Таиланде строят быстро, потому что здесь нет зимы, здесь стройка не замерзает на полгода, на 8 месяцев. Строят каждый день, круглый год, поэтому проекты строятся очень быстро. Мы поднялись на крышу. Здесь у нас будет ресторан под открытым небом. На крыше второго здания, вон уже видно бассейн, его уже запустили. Сейчас идет тест всех систем. И также там будет располагаться тренажерный зал. Виллы, которые мы сейчас с вами идем смотреть, вот расположены перед этими зданиями. И сейчас пойдем смотреть с вами вон ту, вторую слева. Это последняя вилла, которая осталась у застройщика. Здесь два этажа, две спальни, они на втором этаже обе. И 177 квадратов. Также здесь свой собственный бассейн. Первый этаж отдан просто под гостиную. Здесь большая кухня, стол. Здесь у нас санузел. А спальня на втором. Пойдем на второй. Опять сделано как квартиры в виде лофта. Идет очень много стекол, очень много света. И два этажа. Здесь, кстати, очень недорогое обслуживание для вилл. Всего 50 бат с квадратного метра. Причем в это уже входит стоимость по чистке бассейна и уборке сада. Первая спальня. Это спальня чуть поменьше. Это, наверное, гостевая или детская спальня. Хозяйская, находится по соседству. Здесь кровать стандартная идет, queen size. И здесь санузел. Пойдем смотреть самую главную спальню. Ну, вот это уже побольше. Здесь у нас зачем-то везде сделаны фонарики. Прям как в отелях пятизвездочных. Санузел уже побольше, душевая. Здесь шкафы. Раз, два, три. Сейф даже есть. Вилла сдается вот прям совсем. Вот все-все-все, что видите, все входит в стоимость. Включая даже постельное белье. На заднем дворе есть своя терраса. Здесь бассейн и тропический дождь. Вообще, это круто, когда есть собственная вилла, потому что нету соседей. Ты позавтракал, вышел, потянулся, прыгнул в свой собственный бассейн. И никто при этом тебе не мешает. Если говорить о ценах, то цена этой виллы 17 миллионов бат, включая все-все-все-все, что вы видите в этом видео. По сегодняшним проектам у нас все. Надеюсь, сегодняшний выпуск был интересным. Следите за обновлениями на нашем сайте и на YouTube-канале. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok